я приветствую вас друзья это канал веселый инженер меня зовут андрей и в сегодняшнем видео будет чтение чертежа и вообще для чего зачем такой навык как чтение чертежа производственнику или примеру инженеру или рабочему или кому угодно да но самое полезное это для тех кто занимается производством изготовлением деталей то для него эта тема будет особенно актуально итак начнем вот смотрите попадает к вам примеру в производство вот такой вот вал да и чтобы начать изготовление чтобы оценить так сказать сложность да вот этого самого изготовления порядок операций вам нужно естественно уметь читать чертеж вот смотрите какие особенности надо сразу же обращать внимание в первую очередь конечно здесь очень много технических требований да вот таких вот вот эти технические требования биение видите радиальное биение всего лишь 2 микрона это это вообще немыслимо да вот эти вот все вот эти вот все требования да вы на них должны в первую очередь обращать внимание если много требований значит деталь ответственная значит деталь точная и прочитав чертеж до такой деталь и вы сразу обратите на это внимание если вы бизнесом занимаетесь да и какими-то допустим такими вещами то естественно вы посмотря на эти вот параметры уже будете формировать определенную стоимость этой детали в производстве и это очень важно потому что не заметив какие-то пункты вы можете очень продешевить и так сказать и не изготовить нормально даже деталь в общем это надо обращать внимание второе на что нужно обратить внимание это точные поверхности при чтении чертежа да вот смотрите вот здесь видите шестом у полите туда шестой квалитет шестой но возможный 8 8 нет не будем убрать вот видите эти поверхности это о говорит когда такие точности заданы это говорит о том что данная деталь как минимум будет иметь какие-то чистовые операции да то есть будет предварительно и какая-то будет окончательная обработка и вот для чего вам это сразу нужно да ну можно сюда даже добавить и шероховатость поверхностей да вот видите здесь 125 это однозначно а шлифование или возможно твердое точение есть такие операции но два с половиной не будем брать и вот на что нужно обратить внимание хотя для меня это а странно да это шероховатость именно по шпоночному пазу задано такая тоже 125 но для чего она непонятно напишите в комментариях если кто-то знает и сталкиваться с этим да для чего такая точная шероховатости именно в шпоночном пазу и так вот вы смотрите на эту деталь да вы определились у вас есть технические требования у вас есть точные поверхности и прочитав такой чертеж быстро навскидку да уже потом это с опытом будет делаться очень быстро вы уже можете оценить сложность изготовления такой детали и ли стоимость то есть если у вас свой бизнес естественно вы можете сказать что ребята эта деталь очень точно здесь потребуется сразу же шлифование поверхностей то есть здесь потребуется какая-то какие-то выкрунтасы с шпоночным пазом да то есть это такой момент достаточно интересным еще для чего мы читать чертеж да и как читать чертеж это вам для чего нужно вот вы просмотрели эти моменты да но вы можете общаться с конструктором и общаться к примеру с заказчиком да если у вас это какой-то бизнес на ваш то есть вы уже прочитав чертеж у вас появляются вопросы и вы говорите подожди друг а почему у тебя шероховатость по шпоночным пазам это надо или это может быть не надо то есть вы можете уже дискутировать это одно посмотрев технические требования вы обращаете внимание что твердое задано в пределах 205 и 215 это диапазон в 10 единиц по твердости по брюнелю он достаточно такой сжатый да и не факт что вы получите при термообработке именно такую твердость попасть в 10 единиц ребята я вам скажу достаточно сложно конечно это можно сделать но это много факторов зависит от материала до каких-то содержания лигирующих элементов материале ну и соответственно режимы термообработки это все вы можете обсудить сразу с заказчиком либо с конструктором который это вот сделал да вы можете обсудить и избежать каких-то нюансов потому что когда вы возьметесь в работу у вас эти вопросы могут потом возникнуть на этапе изготовления и либо вы уже изготовить и деталь и не сможете обеспечить эти параметры и вот это будет так сказать для вас самым большим фиаско в общем вот для чего нужно читать чертеж и как его читать у меня есть очень много видео на канале поэтому переходите смотрите обучайтесь на этом все друзья пальцы вверх делимся с друзьями всем хорошего дня пока пока